Возлюбленные братья и сестры, слава Господу! Меня слышно нормально? Слава Богу! Слава Богу! Давайте мы поприветствуем друг друга еще раз. Скажем, привет, брат, сестра! Скажи, я желаю всегда лишь одного, Бога радовать моего. Аминь! Готовы сказать это? Вслух провозгласить, что вы желаете радовать Бога. Да? Аминь! Слава Богу! Иногда надо такие вещи говорить, да, вслух. Я желаю... Почему мы говорим, надо петь, да, то есть вместе, когда... У нас группа прославления, она для того, чтобы вводить народ в поклонение. Мы здесь, ну, как бы не концерты устраиваем, а чтобы... Она заводит, да, то есть показывает путь. А мы подпеваем, да, и прославляем Бога, и потому что это важно для нас. Иногда, когда нет желания, надо спеть, да, чтобы это желание появилось. То есть такие слова. Слава Богу! И мы здесь с вами не просто так, а мы для того, чтобы слышать Божье Слово, чтобы укрепляться, чтобы вера наша, она возрастала. Возрастала. Аминь. И Писание говорит, вера от чего? От слышания, да? От слышания от чего? От слова Божьего. И мы понимаем, что есть вера. Писание нам говорит, вера как дар. Мы спасены по благодати, через веру. И вот как мы ее еще называем, спасительная вера. Вера в Сына Божию, в Иисуса Христа, принятие Его. Есть вера как плод Духа Святого, когда мы участвуем, да, в этом процессе и можем возрастать в вере. Например, второе послание Фессалоникийцам говорит, первая глава, третий стих. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за нас, за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Аминь. То есть в вере можно возрастать. И не только можно, а нужно, да, то есть вот апостол Павел говорит, возрастает вера ваша. Вот как раз вот как плод Духа Святого, да, когда мы принимаем участие вместе с Духом Святым в этом процессе. Бог хочет, чтобы это происходило. Это происходит от того, как мы себя вот ведем, да, вот слышим ли Слово Божье, слушаем, исполняем его в своей жизни, практикуем. И поэтому нам важно слышать Божье Слово, понимать, что хочет от нас Бог, чтобы потом это исполнить и увидеть, как Бог, он реагирует, да, на это, как он откликается на те моменты, когда мы это вот совершаем, когда мы послушны Богу. И мы понимаем, что вера это не просто знание того, что Бог есть. Писание говорит, что бесы тоже, да, веруют и трепещут. Они знают, что Бог есть. Но вера это когда мы, у нас даже символ веры, да, мы обычно читаем его, провозглашаем на Святое Таинство Причастия, когда исполняем заповедь Божью. Для чего? Чтобы мы понимали, да, во что мы верим. Мы не просто верим, что Бог есть, а что Он сделал для нас, и что Он планирует еще сделать для нас. Мы это, в это верим, мы верим Божьему Слову, что оно говорит, потому что Божье Слово, оно верно, да, и действенно, оно не может быть не исполнено. То есть мы видим, что те пророчества, о чем говорит Слово Божье, были исполнены, да, что обещал Бог, уже есть такое, есть то, что Он обещает, что еще исполнится, и мы тоже в это с вами верим, потому что понимаем, что Бог не изменен. Если Он что-то пообещал, то значит так оно и будет. И вот прошлая проповедь пастора, она как раз об этом и говорила, да, что будет еще тысячелетнее царство, и Бог тем самым нас мотивирует сегодня. То есть вот после того, что вот сейчас происходит, когда придет Иисус второй раз, наступит тысячелетнее царство. И вот там, в этом царстве, как раз мы будем получать с вами награды. От того, что мы сегодня сделаем, да, для Бога. Как мы служим Ему, как мы посвящаемся Ему. И это будет, это Бог обещает. Этого не может не быть. И то время, которое мы сейчас с вами проводим здесь на земле, оно кратковременно. 70 лет, при большей крепости 80. А там мы будем с Богом. В новых телах, воскресших. И Бог мотивирует нас этим. Хочешь ли ты быть в тысячелетнем царстве с Богом, и царство здесь тысячу лет? Кем ты хочешь здесь быть, в этом тысячелетнем царстве? Веришь ли ты в это? Это для тебя просто сказка какая-то, нереальность, да, вот что-то такое, эфемерное. Когда ты в это веришь, то значит ты начинаешь свою жизнь выстраивать согласно тому, во что ты веришь. Ты подготавливаешь себя к этому. Знаете, если мы верим, что нам на работе заплатят деньги, мы идем и работаем, мы трудимся, потому что мы доверяем, да, своим начальникам, мы уверены в этом, так и здесь, если мы уверены в том, что Бог совершит это, и придет, и будет тысячелетним царством, мы к этому подготавливаемся. Вера есть, евреям 11 глава, осуществление ожидаемого, и уверенность невидима. Мы знаем, что Бог есть, и то, что Он для нас обещал, мы стараемся, да, вот то, что ожидаем мы, мы к этому подготавливаемся, мы живем сообразно этому, выстраиваем вот так свою жизнь. Вот это есть вера. Не просто, что Бог есть, где-то там на небеса, знания. Сегодня многие люди, они предполагают, что Бог есть. называют по-разному, там, высшая сила, да, ну, знает, что есть кто-то, кто всем этим управляет, все в этом мире, но они не верят в то, что Бог сделал для них. Они не принимают Божьего Слова. Они не живут сообразно Божьему Слову. Описание говорит, вот это вера, и в этой вере вам надо возрастать. И, конечно, мы верим не просто в Бога, в Его существование, мы верим в то, что Он для нас сделал, то, что Он живой Бог, и верим в то, что Он совершил для нас. А что Он совершил? Он отдал Свою Сына, да, на Голгофский крест для нашего спасения. И вот эти все обетования, все благословения, которые мы с вами имеем, это только благодаря Иисусу Христу. то, что Он осуществил этот Божий план спасения, благодаря Его благодати, потому что мы сами бы никогда не заслужили получить это все, получить прощение, получить спасение. И, конечно же, все это благодаря Богу, благодаря Иисусу Христу, через веру, да? Через веру в Него, когда мы принимаем Его своим Господом, своим Спасителем, все это начинает происходить в нашей жизни. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова. 21 стих, 1 глава. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Юродством проповеди. То есть не что-то такое, а через проповедь. Вера как приходит? Отслышание. Отслышание Слова Божьего. Как человеку верует, если не будет проповедующего? Спасти. Когда говорят о Христе, когда через свидетельство о благодати Божьей. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы, вот о чем, да? Он говорит, что за юродство проповеди? В чем она заключается? Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Для тех, кто призван, да, из иудеев, из греков. Ну, это образ язычников, елены, греки. То есть, вот как. Иудеи, они требуют чудес, а елены, язычники, они ищут мудрости. И, конечно же, для них это безумие, Христос. Почему они не принимают его? Потому что они, когда и Христос был на земле, да, они говорят, покажи нам это знамение, это чудо там, свыше, что ты вот, Господь. Он говорит, да вам уже столько знамений, люди исцеляются, столько происходит, и вы все еще не верите. Пророки были у вас, вы им не верите. Они все обо мне говорят. Вы не верите. Даже знамения покажу. Вы не поверите. Потому что вам нужны лишь чудеса. Вы не понимаете главного, что вам нужно спасение. Самую главную проблему человека, это грех. Из-за чего все проблемы у человека, и у тебя, Израиль, это тоже проблема, из-за греха. Из-за чего все их захватывали, Израиль. Потому что они грешили, не ходили Божьими путями, не доверяли Богу. Говорит, я пришел решить главную проблему. Это главное чудо, которое есть вообще в жизни, потому что вы достигнули. Почему? Они считали себя самоправедными. И не нуждались во Христе. Он говорит, самое главное чудо, это в жизни человека, когда в его жизнь приходит вера в меня. Когда он принимает меня, своим Господом и Спасителем. Это самое главное чудо. Для язычников это вообще безумие. потому что они логикой рассуждают. Вообще, понимание Бога, это какого всесильного, который может прийти и разрушить все, и что надо сразу сделать. А тут пришел Бог, который дал себя распять. Для них это непонятно. Это не вкладывается в человеческую логику. Это безумие просто-напросто. Для многих людей сегодня тоже это безумие. Для тех, кто считает сегодня христианами. Сегодня так же, как и раньше. Есть христиане, которые так себя называют, которые ищут только чудес от Бога. Им сам Бог не нужен, и не нужно спасения и прощения. Им нужны чудеса в своей жизни. Исцеление, какие-то материальные блага, чтобы Бог совершал, давал. Что-то еще там. И все. Но не важность, самое главное в жизни, спасение, понимание этого всего. То, что Он приготовил тысячелетнее царство. И с Ним на небесах мы потом впоследствии еще будем. В Новом Иерусалиме. Сходящем с небес. Поэтому их молитвы, они только об одном. А когда чудеса приходят в их жизнь, да, Бог и на эти молитвы отвечает, то они забывают о Нем и уходят. Не следуют за Ним. И это не вера. Есть и язычники, которые своей логикой пытаются как-то разобраться в христианстве. Но к чему это приводит? Недавно мы вспоминали о крещении нашего Господа. Что делают люди на эту дату? Идут купаться в проруби, да? Для чего? Ну безумие просто. Да не оздоровиться. Я разговаривал со многими. Для чего смыть грехи? Они верят в это, что они пойдут, искупаются, и вот грехи за год накопил, пойду я их смою. Но водой грех не смывается. Водой снимается только грязь с тела. И то, когда с мылом помоешься. А грех смывается кровью. Так Бог постановил. Без пролития крови не бывает прощения. И таким людям, если ты говоришь, что этим грех не смывается. Смывается грех как? Когда мы осознаем грех, когда мы его исповедуем и призываем кровь Христа. И говорим, Иисус, омой меня своей кровью. Очисти этот грех. Обнови дух правый внутри меня. Когда мы вспоминаем об этой жертве, проговариваем эти слова, напоминает нам еще раз. Ну скажи неверующему человеку, который не понимает, которому нет этого откровения, он тебя за безумным сочтет. Какую кровь Христа призывать в свою жизнь? Что это такое? Почему столько много баек про христиан, что они едят детей, еще какие-то вещи совершают? Помните, от Иисуса ученики отошли, когда Он сказал, если кто хочет иметь жизнь, то должен есть плоть мою и пить кровь мою. И они просто в их систему понимания, в логику это не вошло. Они съесть не могли, это переварить. Так и люди сегодня, многие этого не могут сделать. Хотя считают себя христианами. Но только благодаря жертве Иисуса Христа, когда мы верим в Ней, действительно принимаем так, как они написаны в Евангелии, в Библии, в Писании, исполняем то, что Он говорит, тогда в нашу жизнь приходит благословение. Тогда в нашу жизнь, когда мы призываем до крови Христа, он действительно, мы не знаем как, но уходит вина за грех. Если ты что-то сделал, совершил, у тебя вина, ты винишь себя, Дух Святой облегчает. Но вот эта вера, она помогает тебе от этого греха избавиться. От этой вины, ну и в духовном мире происходит определенный процесс. Мы сейчас с вами будем прославлять Бога одним псалмом. И вот в первых куплетах такие слова есть. Сладко верить в Иисуса. Действительно, сладко верить в Иисуса. Обычно вот говорят, что когда мы едим сладости, то наш организм вырабатывает такой гормон, эндорфин, который приносит радость. Ну как-то там, что-то там происходит в процессе химический внутри тела. И такое какое-то побуждение радости происходит. Знаете, совершенная радость написана в Иисусе Христе. Почему? Ну потому что Он только может помочь и грех побороть, как вот дальше вот здесь и в псалме, и страхи побороть, и дает понимание вообще будущности, дает надежду, наполняет любовью. И вот в 15-м псалме, вот пастор зачитывал вначале, там полнота радости, полноту и радости, да? Говорится, насыщу. Он дает эту полноту радости. Только Господь сладко в Него верить. А вот дальше, например, в третьем куплете здесь есть «Надо верить в Иисуса, чтобы цепи все порвать». Действительно, только через веру в Иисуса Христа мы имеем все благословения в нашей жизни. Через Его жертву, которую Он совершил на Голгофском кресте, Он может нас освободить, исцелить, дать смысл жизни, показать цели жизни, приоритеты. Он дарует вечную жизнь, Он дарует воскресение. «Надо верить, это просто необходимо». Потому что, если не верить в Иисуса Христа, один путь, путь в ад, другого пути нету. только через Иисуса Христа. Един Бог, да, Писание говорит, един посредник между Богом и человеком, человек, Иисус Христос. И нету другого имени под небом, благодаря которому мы могли бы спастись. Это имя Иисуса Христа. И вот в четвертом куплете начинается «Чудо, что познал Иисуса». Это действительно чудо, которое совершилось в нашей жизни. Самое большое чудо, которое может совершиться в жизни человека. это не то, что внешне происходит. Это внутреннее изменение твоего сердца. Желание внутри тебя искать Бога, стремиться к Нему. Вот как мы пели, да, «Я желаю всегда лишь одного, Бога радовать моего». Когда ты понимаешь, что Иисус мой Бог, Он мой Царь, и ты идёшь за Ним. Это желание внутри твоего сердца, если ты даже где-то о чём-то забываешь, Дух Святой всё равно тебе напоминает и не даёт спокойно жить. Всё равно направляет твои мысли туда, показывая, где истинная жизнь, жизнь с избытком, жизнь любви и жизнь в радости. Поэтому, братья и сёстры, давайте верить в Иисуса. Давайте искать Его лица. Давайте благодарить за это чудо, которое Он совершает в нашей жизни. Призывать Его имя. Действительно, жить жизнью верующих людей, а не просто знающих или религиозных, понимая, что будет нас ждать, когда мы это будем делать. Аминь. Встанем, помолимся, прославим.